В Химико-технологическом университете города Иваново состоялся 9-й областной студенческий конкурс ораторов, в котором приняли участие лучшие студенты из 9-ти ивановских вузов. Главными темами конкурса стали год литературы в России и 70-летие победы. Предварительно в каждом вузе проходят внутренние конкурсы, также и у нас. Сначала эти конкурсы прошли в группах, потом прошел внутривузовский отборочный тур, где мы постарались выявить самых лучших. И вот два или один участник от каждого вуза сегодня представляют с достоинством свой вуз. Но не только темам, вынесенным из заголовок конкурса, молодые ораторы отдали предпочтение. Как показывает история этого мероприятия, молодежь чаще всего задумывается о своем призвании, о любви и семье, раскрывает темы, связанные с глубинными личными переживаниями, говорит о проблемах общества. С 2001 года наши конкурсы ведут свою историю, и темы были абсолютно разные. Это были очень глобальные темы, например, такие быть или не быть смертной казни в России, уметь и любить, уметь и дружить, нацизм, фашизм. Очень приятно, что ребята затрагивают в последнее время нравственные темы. Это говорит о том, что их волнует именно жизнь человека в современном обществе, моральная сторона жизни. Как за пять минут убедить человека следовать за тобой, разделить точку зрения и осознать глубину речи? Над этими вопросами каждому участнику предстояло подумать самостоятельно. Именно содержание, композиция, правильность, чистота и выразительность речи стали основными критериями конкурсной борьбы. Каждый оратор, в то время, которое ему дается, он должен выйти на публику, в первую очередь почувствовать удовольствие от того, что он там. И за это время уговорить публику вести себя в обществе так, по той теме, в которой она выступает. Я хочу уговорить своих слушателей о том, что надо жить по-человечески, надо быть человеком в первую очередь. Успех выступления, по мнению многих участников, не только в грамотном тексте, но и в личных качествах оратора. Есть такая статистика, то что от речи составляющей зависит всего 5 на 5 процентов удачи выступления. 95 процентов – это как человек держится на публике, как он себя ведет. И все эти качества очень пригодятся в дальнейшем, потому что прибавляется уверенность, умение говорить с людьми и убеждать их в чем-то. В современном мире общение выходит на новый, в виртуальный уровень. И умение правильно и красиво говорить, на первый взгляд, пригождается все реже. Но буквами и смайлами порой невозможно передать суть и настоящую эмоцию. Правильная и красивая речь всегда ценится в обществе, находит своего слушателя. Александр Руденко, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.